МНС Брестской в области и коллеги из Польши сустрелись на семинары на учене в городе над Богом. Удельники обмерковали суместную работу в рамках программы трансграничного супрацовництва Польша-Беларусь-Украина. У Брестского областного управления Министерства по надзвышанных ситуациях с польскими и украинскими коллегами уже на протягу шести годов партнерские относины. Суместные они уже реализовали пять проектов международной техничной допомоги за гульным бюджетом около двух миллионов евро. Сегодня коллеги из Польши приехали в Брест, чтобы обмерковать дальнейшее супрацовництво. Освечением их твердых намеров продолжение партнерских относин стал традиционный ритуал – посадка именого древа на аллее Сябровства, что находится на территории Международного волонтерского центра юных выротовальников и пожарных. Вот уже в этом году закупаются два автомобиля пожарных, аварийно-спасательных, которые будут направлены в Каменецкий и Брестский гарнизоны нашей службы. И в следующем году еще будет тоже два автомобиля закуплено. Будем довольны, потому что наш спасатель сегодня в принципе достаточно хорошо экипирован. И нет тех больших переживаний, когда он работает в непригодной для дыхания среде или другой сложной обстановке. Он защищен. Может, в рамках суместного проекта мы и не побудовали у себя такий же центр, али мы закупаем шмат розного обсталявания и пожарных автомобилей для наших супрацовников. Миновата таким чином и отбывается реализация международного проекта у нас. Великая увага в рамках реализации программы надается праце с детьми и молодью, популяризации сиротых профессий выротовальника пожарного. На этой и накированы черговый трансграничный проект «Молодь помежа разом с безопасностью». Проводятся и конкурсы спасателей глазами детей, международные, которые уже 4 года являются. И проводятся международные пленеры по основам безопасности жизнедеятельности, которые, кстати, прошли летом прошлого года на территории и Польши, и Украины, и у нас на Белом озере. Хотелось бы еще отметить, что на территории трех стран, вот при границе, создаются исторические композиции, посвященные развитию пожарной службы на вот этих территориях. Но и все-таки самое основное – это профилактика. Профилактика в том понимании, чтобы каждый человек понимал, что его безопасность именно в первую очередь зависит от него. Суместные вучения выротовальника в Бресте будут продолжиться на протягу некоторых дней, а в худшем часе в рамках программы трансграничного супрационничества «Польша, Беларусь, Украина» реализуют еще один проект. Будет реконструированный дом Брестского областного научного центра МНС со спортивной базой. Катерина Страха, Александр Севицкий, областные новины, Брест.